А из каких фондов финансируются проекты, которые реализует Совет Ветеранов? Значит, смотрите, сам Совет Ветеранов, там от областного Совета Ветеранов получают деньги председатель Совета Ветеранов, сейчас Кребанюк Валерий Евгеньевич, был Лыбин до этого, может его все знают здесь. То есть деньги из бюджета выделяются совершенно минимальные. А для того, чтобы провести какое-то мероприятие и даже сделать минимальные подарки участникам, кроме того, для того, чтобы пошить костюмы этим хорам, нужны просто большие деньги. И наш председатель Светлана Бессонова пишет гранты, то есть делает заявки на гранты, пишет проекты. Ну, обычно это, можно назвать одним словом, активное долголетие. Все это обосновывается, она получает прям реальные деньги на поддержку финансовую вот этих всех наших мероприятий. В частности, хор Кабанова, где как минимум 30 человек постоянно у них поет, а костюм один стоит, ну, не менее 10 тысяч. Вот им пошили в прошлом году совершенно новые костюмы. Это у него было задействовано даже два гранта, потому что сразу могут не дать биржу суммы. Нашему хорапски инопеву, который базируется в поселке Геологов, из этих же денег, ну, не из этих же, а на каждый раз пишет гранты. Один грант закончил, следующий пишет. И ей всегда дают деньги, потому что она грамотно обосновывает все это, аккуратно отчитывается. Нам купили, например, новый боян за 50 тысяч. А где вот сейчас, в каком, даже Дом культуры не может себе позволить купить такой дорогой боян, что тоже важно. Вот в основном отсюда, от грантов берутся деньги на финансирование и поддержку культурно-массовой работы в нашем районе. Потому что в других районах такого количества грантов никто не получает, никто, как у нас в Советском.